Вот ну никак мне не удается, друзья, найти такое место, которое бы устраивало нас всех, чтобы было слышно вам, и ветер не задувал в камеру, и чтобы вы насладились каким-то видом морским. Ну вот не знаю, что и делать. Сколько не пытаюсь я как-то наладить свою камеру по этому поводу. Вот получается, что ветер все равно задувает, не знаю, будет ли вам слышно меня. И я стараюсь говорить громко. Вы знаете, хотя, конечно, вот интересная такая история, что я уже научилась, как вы, может быть, заметили, пользоваться редактором, и я уже монтирую свои видео, и, в общем, даже пыталась сделать вам заставку какую-то, но так полагаю, что заставка, наверное, такая слишком современная, ультра, и, наверное, не подходит к моим тихим и спокойным видео. Я постараюсь что-то тут придумать еще другое. Я вот, когда вам рассказывала о Меган и Гарри, недавно, в своем последнем видео, и мне написали там, что слухи ходят такие, что Меган обратилась вот к Вуду, какие-то заклинания нагадала на Гарри, чтобы он женился на ней, чтобы он ее полюбил, вот с помощью вот этой вот жуткой черной магии Вуду. Это такая известная вещь. Но я не знаю, верите ли вы в это или нет. И как потом происходит, после того, как вот человека приворотили каким-либо образом, каким-либо способом, будет ли счастье в этой паре. Я не знаю, но, по-моему, это настолько страшные вещи, которые нам сейчас, наверное, даже трудно понять, что на самом деле происходит. И всю эту черную магию, ну, наверное, даже наука не может объяснить. Так вот, вспомнила я в связи с этим одну такую историю. Хочу вам рассказать, поделиться. Это еще когда я была совсем-совсем молоденькой девочкой, подростком. У нас по соседству жила пара такая семейная. Он профессор, она домохозяйка. Очень красивая. И он, и она. Его звали Павел, а ее звали Шура. Жили прекрасно. Любовь. Профессор читал лекции в университете. Ну, а она дома по хозяйству воспитывала двух сыновей. И вот однажды, нежданно-негаданно, и ее муж. Он такой, знаете, из старых интеллигентов. Это было давно. Когда я была молоденькая, они уже были очень старые. Так вот, влюбился этот профессор в свою студентку, что тоже довольно часто бывает. И настолько влюбился, что пришел и сказал своей Шуроньке, он ее называл Шуронька, он пришел как-то к ней вечером и сказал, Шуронька, извини, но я полюбил другую, и я от тебя ухожу. И он ушел к этой молодой студентке. Шуронька была просто разбита. Во-первых, она очень любила своего мужа. Она не ожидала такого предательства и подлости. И она была, в общем, готова на любую крайность. Ну и тут, как обычно бывает, знаете, сразу же нашлись такие, в кавычках, помощницы, которые ей посоветовали вот обратиться к какой-то знахарке, к какой-то гадалке, которая может мужа вернуть. Это, по-моему, сейчас тоже распространенное явление. Привороты все эти, знаете, да? Ну, тогда, может быть, это было не так уж сильно популярно, но тоже люди знали. И вот она решила все-таки вот таким образом вернуть своего мужа. Хотя ее предупредили, когда она пришла к этой гадалке. Та ее сразу предупредила, что это такое страшное заклятие на человека, что вернуть-то его можно, но как потом получится? И ты себе сломаешь всю свою душу. И что там будет? Придется тебе за это расплачиваться. Ну, наверное, она его слишком сильно любила, и она согласилась. Так вот, там такая, конечно, очень интересная история. Тогда нам, молоденьким, было интересно узнать, а как же она его вот все-таки к себе обратно вернула, что там был за такой приворот. И я помню, что это моей подружке бабушка, тоже старенькая уже, она была подругой этой Шуроньки. И вот это именно она нам рассказывала. Так вот, мы эту бабушку стали пытать, а знаешь ли ты, может быть, знаешь, расскажи, интересно, что за приворот, как это делается. Ну, она сказала, она очень долго нам не говорила, не рассказывала, это грех большой, да вы что, да нет, не может, нельзя, ни в коем случае. Ну, а потом так она вскользь, конечно, сказала, что там связано было дело с кладбищем, что якобы надо было идти на кладбище. И вот эта Шуронька там, она именно сама сделала вот такой приворот, как ей рассказали, объяснили. Она ходила на кладбище, она нашла три могилы покойники с именем ее мужа Павел. Именно вот такие три могилы она нашла, взяла с каждой из этих могил по щепотке земли. И потом нужно было на рассвете успеть прийти в семь церквей, именно в семь. И написать, вот положить вот чуть-чуть эту землю, значит, там и записку написать на упокой вот ее мужа Павла. То есть, чтобы о нем сразу в семи церквях одновременно читали вот эту вот молитву на упокой. Ну, вот представляете, наверное, какой это грех, что вот она такое сотворила. Но самое-то интересное то, что ей это помогло, вы знаете. И когда она все это сделала, она рассказывала вот своей подруге, этой бабушке, что она была как в бреду, даже не чувствовала и не понимала, что она делает, что она творит. Очень ей было трудно без своего мужа, любимого Павла. Вот она это сделала. И через буквально несколько дней Павел к ней вернулся. Но он вернулся. Он упал на колени. Он стал просить, умолять, что, ой, Шуронька, я понял, что только ты, что я только тебя люблю. Вдруг на меня упало озарение. Как я был неправ. Ну, в общем, она, конечно, поразилась в глубине души. Была потрясена тем, что все-таки он вернулся. И они стали дальше, как говорится, жить-поживать. Но вот эта жизнь дальше у них, она абсолютно не складывалась. И у этой Шуроньки начались какие-то, знаете, видения, какие-то истерики. Ей все казалось, что этот Паша уже не тот Паша, который был когда-то. Что это совсем другой человек. Вот кто его тут знает, права ли она в этом была или нет. И она стала как свечка просто сохнуть. И в конце концов, наверное, через какое-то скорое время она высохла. И неизвестно по какой причине слегла вообще, заболела. То ли чахотка, что-то такое у нее там случилось вдруг. И она умерла. Так вот, перед своей смертью она только повинилась. И она сказала своему мужу Паше, уже на смертном адре, как говорится. Вот она ему всю эту историю рассказала, что прости меня, я вот поступила так и так. И он говорит, он так, знаете, это время уже прошло какое-то. Он, конечно, может быть даже уже и забыл. Ну не то, чтобы забыл, но не так и вспоминал об этом случае. И когда она ему рассказала, он говорит, ты представляешь, я ведь помню, что я так любил эту женщину, вот вторую свою студентку, молодую. И все у нас было тоже замечательно. Она меня любила. И вот вдруг однажды вечером мы сидим вместе и вдруг как бы как видение ты у меня перед глазами. И у меня такое потрясение, у меня начался жар, мне стало плохо, я стал бредить, всю ночь провалялся в бреду. И на следующий день я проснулся весь больной и я понял, что мне без тебя никуда. То есть, представляете, вот хочешь верь, хочешь не верь, но получилось так, что это именно совпало вот с той ситуацией, когда она на него таким страшным образом погадала. то сделала приворот. Ну и Шуронька, конечно, умерла. Этот муж ее сказал, что он ее простил, что все нормально, хорошо, и что он счастлив был с ней прожить дальше, прожить эти все годы. Но вот, тем не менее, вот у этой женщины, у Шуры была такая, как говорится, душевная травма, которая ее свела в могилу. Вот как тут эту ситуацию объяснять, я не знаю. Даже, я вам рассказала немножко вкратце, я не хочу полностью этот ритуал кому-то рассказывать. Может быть, кто-то слышал такие страшные заклинания на живых людей. Никогда нельзя, знаете, ставить молитву, как за упокой. Это грех огромный. Поэтому, вот ей это так потом и повернулось. хоть она и вернула своего мужа, но уже счастья ей не было. Была вот такая интересная история, свидетелем которой я была. Не знаю, может быть, и у вас есть такие истории, может быть, что-то такое подобное тоже происходило в вашей жизни. Вообще, верите ли вы в это? Сейчас уже по истечении стольких лет я думаю, что, наверное, все-таки что-то здесь на самом деле есть. Но с этим нужно быть очень-очень осторожным. Солнце у нас уже практически село в 6 часов вечера. Ну, оно не село, но вот оно зашло туда за вот этот опять обрыв очередной. то здесь, видите, уже такая тень и, в общем, как бы даже и сумрак. Хотя я только что свернула с солнечного берега. Здесь просто показываю вам вот этот угол, еще один обрыв с другой стороны от Калвердау.